Линия, связанная с тем, что все, что обсуждается в рамках реформ, в частности, введения стандартных образований, может обсуждаться изолированно изнутри системы. Должна обсуждаться в контексте тех изменений, которые происходят в экономике в частности. То есть здесь очень такая тесная взаимосвязь, поэтому я остановлюсь именно на том, как вот эти экстрафакторы влияют на то, что происходит в системе образования. Значит, если мы говорим о финансо-экономических механизмах, то мы должны знать, что у нас было и какие финансо-экономические механизмы теперь в связи с изменением экономической ситуации, в частности, введением 830 федерального закона, что меняется в нашем представлении о том, как должно происходить в системе образования внутренней связи механизмов. Ну вот, давайте посмотрим, какие у нас были действующие финансо-экономические механизмы, с чем мы в протяжении последних 10 лет имели дело. Ну, в первую очередь, это, конечно, нормативно-подушевое финансирование, которое еще с 92-го года было возможно, но вводилось оно значительно позже. Но у нас уже сложилось определенное представление о том, что такое подушевание норматива. Хотя Александр Зоцкий в своей статье как-то написал, что нормативы — это медное поле образовательной политики. Вот, в какой-то степени это верно, потому что действительно, вот сколько лет уже как бы этому механизму, тем не менее, споры об этом механизме не утихают, а сейчас введение обоих заданий, муниципальных заданий, эти споры, видимо, возникнут с новой силой. Дальше у нас был документ, который позволял государственное финансовое обеспечение и выполнение основных общего образовательных программ в виде субвенцев посылать с государственного уровня на уровень муниципальный. Введение новой системы оплаты труда — это тоже один из механизмов, которые мы имеем дело на сегодняшний день. И последний, но не последний по значимости, механизм — это оценка деятельности органов исполнения власти в 322-м постановлении. Это вот пословутое соотношение учитель учащейся, которое оценивает эффективность деятельности. Значит, эти механизмы так или иначе мы все и привыкли, и терминологически у нас уже сложилось представление о том, что такое норматив, что такое услуга. В частности, при реализации 95-го федерального закона в подавляющей большинстве субъектов расчет подушевых нормативов осуществлялся как стоимость стандартной образовательной услуги. Там фраза такая, даже есть методики. И поэтому сейчас при реализации 83-го федерального закона, на мой взгляд, в системе есть такая успокоенность по поводу того, что все уже сделано, в основном все это сделано, поэтому на вопрос о готовности к переходу на оформирование задания я в подавляющей большинстве случаев отвечаю, да, да, у нас все готово, мы как бы идем в нужном направлении практически ничего, кроме технической работы, связанной с переоформлением учреждений, заполнением определенных бумаг с формированием заданий. в большинстве случаев не возникают вопросы, а то ли мы делаем, но для чего мы это делаем, для чего вот эта вся техническая работа, которая свалилась на бюджетную сферу, и действительно ли мы в результате этой работы продвигаемся по направлению реализации целей, которые стоят перед системой образования. Ну, понятно, что новые финансово-экономические механизмы, они меняют отношения учреждения-учредитель, учреждения-потребитель услуги, и здесь как плюсы определенные в этой смене, да, это определенные минусы и риски таятся. Причем, на мой взгляд, особенность 83-го закона в том, что если Федерация делает модель и модельный акт разрабатывает типовые, то это не значит, что субъекты должны стопроцентно следовать именно этим моделям. То есть 83-й закон дает возможность сделать нормативно-правовую базу под себя. Это связано практически со всеми вещами, связанными и с формированием заданий, определением стоимости услуги, перечнем услуг. То есть все основные ключевые положения, которые необходимы при реализации 83-го закона, они позволяют формировать нормативно-правовую базу в субъектах, именно исходя из тех целей и задач, которые субъект видит перед собой. Но на сегодняшний день, к сожалению, этого не происходит. На сегодняшний день в 99% случаев, что происходит, субъекты берут федеральный документ, даже если он просто типовой и модельный, переписывают его и практически не внося ничего, не меняя ничего, транслируют его на уровень субъекта, а далее на уровне муниципалитета. Это плохо. Почему? Потому что в самом документе много непроработанных вещей, которые нуждаются в доработке и в проработке и на уровне субъектовом, и на уровне муниципальным. На сегодняшний день этого не происходит. Немножко история вопросов. Следующий, пожалуйста. У нас, когда мы формировали нормативы Минное поле образовательной политики, у нас были определенные документы, которые позволяли нам смыслово спортировать понятие ободушевых нормативов. В частности, существовал бюджетный кодекс в редакции 2000 года, в котором присутствовали, наряду с законным образованием, как я уже сказала, в бюджетном кодексе присутствовали минимальные государственные стандарты, нормы и финансовые нормативы на единице предоставленных государственных и муниципальных услуг. То есть, существовало понятие и услуги в государственных и муниципальных и минимальные стандарты или нормативы. Исходя из этого, предполагалось то, что мы имеем возможность вводить некую стандартную стоимость бюджетной услуги именно в части оплаты труда. Следующее. Ну, понятно, что закон о признаваемости 41-я статья давала нам тоже эту возможность, но при этом отмечалось, что эти нормативы являются, если внимательно, допустимыми. Практически в давляющей большинстве субъектов, именно исходя из этих основ, были сформированы методики определения подушевых нормативов, и эти подушевые нормативы явились основой для межбюджетных перечислений с уровня субъекта на муниципальнеры. Касалось это только заработной платы и учебных расходов. Значит, ничего более, чем то, о чем я сказала, данные нормативы в себя не включили. И практически та часть расходов, которая связана была непосредственно с муниципальными расходами, то есть те расходы по оборудованию, коммунальные платежи и так далее, они остались за рамками нормирования, и, в общем, я не знаю, пожалуй, кроме Пермского края, я не знаю регионов, которые бы серьезно озаботились этой задачей, ставили перед собой эту задачу, для того, чтобы как бы отнормировать и эту часть расходов. Значит, на сегодняшний день практически субъекты, когда говорят, что они готовы к реализации 83-го федерального закона, и когда говорят, что у них есть расчет стоимости услуги, они имеют в виду только небольшую, значимую, но не основную, ну, вернее, значимую часть расходов, которые идут на оказание услуги, эти расходы по ходу оплаты труда. Все, на этом можно ставить точку. Более того, дальше, пожалуйста. Так, дальше. Более того, здесь еще возникает вопрос, связанный с тем, что, хотя тем, что государственные задания, государственные услуги существовали в бюджетном кодексе, и до внесения изменений, которые были сделаны в 83-м федеральных законах, никакого распространения этой популировки не получили, то есть они не получили содержательного наполнения. И содержательное наполнение пошло только с 83-м федеральным законом, когда, например, с этим начался массированный перевод на другие организационные, ну, вот типы учреждений. С одной стороны, конечно, это, в общем-то, и неплохо, но с другой стороны, как мне представляется, сейчас вот такая-то работа перешла, как бы, с содержанием в сугубо такую формальную плоскость. Значит, определение услуг как такового, что такое услуги, это определение отсутствует. Вы видите, что мы пишем, что услуги — это услуги. То есть на самом деле понятие услуг, в общем-то, в законодательстве четко отсутствует. В связи с этим произошел некоторый казус, связанный с тем, что вышло два документа, два федеральных закона почти одновременно, в которых термин используется один и тот же, дальше, пожалуйста, при разном смысловом содержании. Это 83-й федеральный закон, хорошо вам всем известно, и 210-й федеральный закон. Просто готовились они разными вероятствами, 210-й был подготовлен в Мире эконом-развития, а в 83-й закон Вельфин, как бы его автор и прародитель. В результате, что мы получили? Мы получили, что на сегодняшний день у нас есть один и тот же термин, недостаточно четко определенный. И у нас есть два закона, которые так трактуют государственные и муниципальные услуги по-разному. Почему это важно при определении, при разговоре о изменении, которые вводятся государственными стандартами? Это важно, потому что мы очень большой легкостью сейчас оперируем терминами нормативы, услуги, нормативная стоимость, расчетно-нормативные затраты, в общем-то, по сути, не очень понимая, что стоит за этими терминами и насколько примитивно мы можем выстраивать дальнейшую нашу политику, исходя из того, что изначально эти термины представили. Значит, вот этот вот казус, который произошел с двумя законами, в котором один и тот же термин обозначает «разное», а «разное» в каком смысле? Значит, 210-й федеральный закон говорит о том, что эти услуги, которые оказываются государственными и муниципальными организациями, ну, например, услуги по выдаче справок и так далее. И там очень серьезные требования к реестру. То есть эти услуги, они должны быть включены в реестр государственных и муниципальных услуг, чего нет по 83-му фрезерное требование такое отсутствие. И в 210-м законе очень жесткие требования к регламенту оказания этих услуг. В 83-м законе эти требования к регламенту отсутствия. Что произошло на практике? На практике произошло то, что многие субъекты, муниципалитеты начали требовать от организования учреждений написания регламентов оказания услуг, исходя из норм 210-го ФЗ. Что, в общем-то, является нарушением и совершенно ненужной работой. Там регламент по странице по 25. Особенность услуг, которые регулируются в 210-м закону, в том, что услуга возникает с момента написания заявления. Поэтому мне приходилось видеть регламенты, которые были написаны в школах, где пишут, что услуга возникает с момента подачи заявлений в школу, там, и так далее. Значит, вот эта вот некая нечеткость, которая на сегодняшний момент сложилась в связи с некой такой термологической путаницей, она у нас очень вредит на сути вопроса. Дальше, пожалуйста. Кроме того, у нас нет четкого разделения работы и услуг. Значит, мы говорим о том, что мы, значит, оцениваем стоимость услуги, говорим о нормативной стоимости услуги, говорим о том, что подушевные нормативы являются основой для определения стоимости услуги. Значит, имея в виду, что действительно есть какой-то определенный вид деятельности учреждений, который позволяет нам говорить, что это являются услуги. Работа, значит, это несколько иное. Минфин, на самом деле, выпустил вот комплексные рекомендации, вот это исполнительные власти, в которых он счел необходимым развести эти два понятия и дать определение. Значит, ну это письмо Минфина, эта рекомендация, это не является никаким документом правовым. То есть на сегодняшний день у нас получилось так, что для того, чтобы не было путаницы в реализации федерального закона в 83-м местах, необходимо было определенное разъяснение со стороны федеральных органов исполнительной власти. Если можно, дальше, пожалуйста. Еще дальше, пожалуйста. Да, вот это годится. Значит, что мы, как бы, что мы на сегодняшний день имеем, когда мы пытаемся совместить известные нам вещи, связанные и с федеральными стандартами, и с подушевыми нормативами, с той новой экономической оболочкой, которая нам задана федеральным центром. Ну, самое важное в данный момент является то, какие услуги мы, как учреждение образования, мы, как учреждение образования, оказываем населению. Перечень эти пустили. Ну, вот с перечнем услуг произошла тоже достаточно неприятная ситуация, на мой взгляд. Почему? Потому что изначально Министерство финансов предполагало формирование двухровневой структуры перечня услуг. И в этом было записано во всех документах. Связано это было и с отраслевым перечнем, и с ведомственным перечнем. И мы на лекциях всегда объясняли, что вот есть у нас ведомственный перечень услуг, который определяет те услуги, которые оказывают учреждение данного ведомства. И есть отраслевой перечень, как более широкое понятие. И от того, что записано в перечный услуг, от этого зависит и формирование задания, и стоимость этого задания, и учет или не учет в этой стоимости всех тех инноваций, которые вводятся, например, в федеральные государственные стандарты. Значит, нужно понимать, что особенность федеральных стандартов – это то, что мы должны теперь учитывать и условия оказания этой услуги. То есть не только сама услуга, но и условия ее оказания, что должно сказываться на стоимости задания. Значит, на сегодняшний день этого не происходит. И вот есть такое подозрение, что ситуация развивается так, что в конце концов мы, в общем-то, вряд ли сможем сформировать нужный перечень услуг с определением их стоимости, стандартной стоимости этой услуги, для того, чтобы реализовать как бы все нормы, которые предполагаются при реализации 83-го закона, потому что 83-й закон направлен на то, чтобы учитывать качество оказываемых услуг, учитывать качество оказываемых услуг и сформировать единое, в общем-то, как бы поле стоимости этой услуги, если услуга оказывается определенного объема и качества, и не различается ни по объему, ни по качеству. Что, как в качестве перечня ведомства и перечня услуг, что мы имеем в Министерство образования на сегодняшний день? На сегодняшний день Министерство образования, но это касается, кстати, не только Министерство образования, это касается и других отраслевых министерств, предоставило слишком укрупненный перечень услуг, который нам не позволяет решить ту задачку, которая перед нами стоит. В частности, оно не позволяет нам учесть все виды деятельности, которые оказываются учреждением, не позволяет дательственной массовой оценки этих видов деятельности, не позволяет зафиксировать в задании именно то, что мы как учреждение оказываем, и не позволяет перейти на какие-то качественные вещи, связанные с оценкой качества оказания той или иной услуги. Это очень укрупненный перечень. Поэтому сейчас, как мне представляется, успех или неуспех реализации тех задач, которые стоят и перед отраслью в рамках реализации федеральных стандартов, и тех норм, которые в 83-м законом вводятся, зависит от того, насколько детально будет прописан тот перечень услуг, которые на субъектом или на муниципальном уровне мы имеем. Ну вот, вы, наверное, хорошо знаете эти перечни. На самом деле, если посмотреть на все виды деятельности, которые ведут образовательные учреждения, то мы понимаем, что вот этот укрупненный перечень, он практически приводит нас к тому, что мы можем формировать стоимость услуги исключительно как фактически сложившиеся расходы. То есть мы можем забыть про наши подушевые нормативы раз, мы можем забыть про некое конкурентное преимущество тех или иных учреждений два, мы можем забыть про оценку качества три, потому что мы просто не сформировали определенный перечень услуг. Этот перечень услуг не позволяет нам в полной мере решать те задачи, которые перед нами стоят в плане развития отрасли. И что в этой ситуации происходит? Почему на сегодняшний день есть серьезные риски, серьезные опасения при реализации 83-го закона, потому что такое впечатление, что у нас мы как бы развиваемся внутри отрасли, у нас как бы один тренд, а в макроэкономике и в части реализации федерального законодательства такого общеэкономического толка у нас тренд был несколько другой. Почему так происходит? Министерство финансов понимает, что для реализации и для перехода на стремостные показатели необходима достаточно большая работа, и отрасль не готова к этой работе. В Министерстве финансов будет термин индивидуализированные затраты, первоначальные нормативы, расчетно-нормативные затраты. Те подушевые нормативы, к которым мы привыкли, и которые, как я уже сказала, отражали только часть затрат на оказание услуг, но это необходимая часть, и эту часть надо как бы развивать, и стараться ее развивать в связи с удорожанием стандарта, удорожанием учебного процесса, введением в него условий осуществления учебного процесса и оказания услуги. Значит, на сегодняшний день вот эта тенденция, как бы она не проявилась в связи с тем, что на федеральном уровне разрешено индивидуальные расходы считать в качестве норматива, что, на мой взгляд, не есть хорошо, именно потому, что вот наша борьба за доведение нормативных расходов до образовательного учреждения, доведение подушевых нормативов с уровня муниципального субъектового на муниципальные и далее ниже до образовательного учреждения, вот эта борьба, строго говоря, она может закончиться. Почему? Потому что нет в рамках 83-го федерального закона этого требования. Что происходит в рамках федерального 83-го закона? Все взаимоотношения стоимостные регулируются соглашением между учреждением и учредителем. По какой цене учредитель заказывает учреждению ту или иную услугу, нигде не прописано. Нигде не сказано, что эта цена должна быть едина для учреждения, оказывающих одну и ту же услугу. Об этом не говорится нигде. Говорится о чем? О том, что мы эти затраты, которые производят учреждения, мы их записываем в новый документ, который является соглашением. Причем, заметьте, что в документе задания стоимостных показателей нет, финансовых показателей нет. Финансовых показателей появляются только в документе, который называется соглашением. Поэтому, строго говоря, и вы, наверное, почувствовали, и федеральные медфины, и региональные медфины на сегодняшний день не заинтересованы в той работе, связанной с подушевыми нормативами, которые на протяжении ряда лет проводятся в образовательной отрасли, которые, в общем-то, мы, на мой взгляд, достигли значительных успехов. Вот здесь есть опасность отката некоторого назад, связанного с тем, что установки федеральных финансовых органов, региональных финансовых органов, ну и муниципальных в том числе, они несколько как бы запаздывают по отношению к тем установкам, которые имеются в системе образования, по тем механизмам финансово-экономическим, которые уже в системе образования сложились. Какое это отношение имеет к стандартам? А прямое отношение это имеет к стандартам. Почему? Потому что если нет включения в норматив, нет требования о том, чтобы дополнительные условия, более повышенные условия, или, например, условия, связанные с увеличивающимися часами, если нет установки о том, что это обязано быть включено в норматив, этой установки нет не на федеральном уровне, этой установки, по большому счету, нет на региональном уровне, и поэтому понятно, что если субъект не финансирует эти дополнительные часы и условия оказания услуги, то и муниципальный уровень поставлю в достаточно сложную ситуацию, потому что муниципальному уровню достаточно сложно изыскать ресурсы для того, чтобы реализовать нормы федерального государственного образовательного стандарта. И это мы видели по тем дополнительным часам, которые сначала федерация в обязательном порядке вела по начальной школе, а затем своим письмом как бы отменила вот эту вот самую обязательность и написала такую фразу, что да, вы как бы можете, но при наличии финансового присутствия. Поэтому получается, что мы как бы сами себя обманываем. С одной стороны, мы вводим федеральные стандарты, причем, я должна вам сказать, что когда вводился этот документ, в пояснительной записке к этому документу шла такая фраза, что дополнительных финансовых средств федерального бюджета не требуется. Все, стояла точка. То есть там не было прописано, что потребуются средства субъектовых бюджетов, потребуются средства муниципальных бюджетов, просчетов таких не было. Именно поэтому мы имеем то, что имеем. Ввели 10, там сколько число в дополнительных, тут же сделали это факультативно. И есть опасность того, что если как бы двигаться в этой логике дальше, то все разговоры о федеральных стандартах, с новым стандартах, с новым содержанием и новым финансовым обеспечением, эти все разговоры, в общем-то, кончатся новым. Не тем, что этот замах, он практически будет нереализован, именно потому, что все упрется в отсутствие финансовых средств. Отсутствие финансовых средств в данной ситуации, мы не можем, вводя федеральный государственный стандарт, мы не можем опираться только на добрую волю субъектов. Значит, должна быть какая-то общая федеральная линия по поводу того, что если мы вводим как бы расширенный комплекс услуги, это будет та услуга, которая попадает в наш стандарт. Если мы говорим об этом, мы должны сказать о том, сколько это будет стоить. Это не значит, что мы на федеральном уровне должны норматив утвердить, но мы должны некие условия прописать, потому что иначе, вводя федеральный стандарт, мы имеем совершенно разное понимание субъектами и муниципалитетами, сколько надо средств и как мы будем это реализовывать. Это, на мой взгляд, размывает вот это все самое образовательное пространство, которое есть, и на самом деле это не способствует продвижению вот этого самого нового образовательного стандарта. Это мы столкнулись только с первым классом. Это только как бы одна десятая всех расходов, которые должны быть понесены при реализации стандарта. И тут же мы поняли, что здесь есть проблема, и откатились назад. Причем понятно, что у финансовых органов основная задача, какой бы мы закон не реализовывали, основная задача, что расходы должны соответствовать доходам по бюджетному кодексу. Но, как правило, у нас регионы дотационные, поэтому если федерация вводит определенные дополнительные финансовые обязательства, строго говоря, оно должно финансовое обязательство с федеральным уровнем и профинансировать. Опосредовано не прямое, как финансируется, например, классное руководство, а опосредовано через изменение, транспортное выравнивание, которое идут в субъекты федерации. А так, получается, вводится федеральная норма, которая не обеспечена с федеральным уровнем никоим образом, и субъекты сами должны, в меру своих сил, пытаться реализовать эту федеральную норму. Значит, вот схема, которая говорит о том, как в рамках 83-го закона осуществляется расчет стоимости услуги. Что здесь важно? Здесь важно то, что, в принципе, примерно такую же схему мы видели, когда мы говорили о наших подушевых нормативах. Но у нас в данной ситуации отработано только вот как крайне левая, вот, блок, да, затраты на оплату труда, основного – помогательный персонал. Мы все время имели дело только с этим блоком. У нас только здесь есть наработки, которые позволяют нам говорить, да, в рамках байсового учебного плана это делалось в основном, да, сейчас это не очень годится, но наработки все-таки здесь есть, от этого можно отталкиваться. Но, извините, все остальные блоки у нас не закрыты. Мы даже не приступали к работе над тем, чтобы обсчитать вот эти все блоки, которые являются необходимым условием определения стоимости услуги в рамках реализации стандартов. Новых, неновых – неважно. У нас здесь еще работа не была даже начата. Почему здесь стоит 50-70 доля коммунальных расходов, это неважно. 50 – это было в обосновлении правительства 105-Н, потом через год появилось 137-е обосновление, где уже говорилось о 70 на 30 рублей. Эти вещи несущественны. Существенно то, что мы можем делить только фактически сложившиеся расходы на сегодняшний день, что все и делают при переходе на формирование заданий. Это не страшно, пока мы в начале пути. Но хуже другое, хуже то, что нет никаких предпосылок к тому, что мы это же не будем делать и в этом году, и в следующем, и через 5 лет. То есть мы, по сути, вводя 83-й закон, который, казалось бы, кардинально должен изменить ту картинку, связанную с бюджетным учреждением, с взаимоотношениями учреждений и битей, с введением показателей качества, которые должны на многое влиять, с учетом всех стандартов, которые введены к этому времени, мы, по сути, упускаем эту возможность. Почему? Потому что федерация не требует, регионы при отсутствии денег не требуют, муниципалитеты, соответственно, не делают, именно потому что у них, это самый, можно сказать, нижний уровень, у которого просто нет финансовых средств для полной реализации этого дела. Что нам говорит МИФИ на эту тему? МИФИ нам говорит, что, в общем-то, мы можем и так делать, и так делать, и так делать. Мы можем взять и нормативный подход, мы можем взять и структурный подход, а мы можем взять и индивидуальный расход. И МИФИ на сегодняшний день очень спокойно остановился на этих самых индивидуальных расходах, которые просто позволяют нам формировать это задание, особенно не напрягаясь. То есть переход на 83-й ПЗ – это техническая работа, которая делается в плановом отделе, там, в течение одного рабочего дня, когда они заполняют все эти вопросы. Все. И ставят жирную точку. Почему такая позиция МИФИ на, значит, федеральную, я имею в виду, что нормативный подход, они считают очень сложным и, как бы, очень далеко отстоящим от нас сегодняшней нашей практики. Потому что позиция МИФИ на в том, что как только мы будем вводить норматив, бюджетные расходы увеличатся в разы. Я считаю, эту позицию неоднократно излагал Лавров, который является начальником бюджетного департамента и замминистра финансов федерального. И на этом они стоят совершенно четко. То есть им непонятны, например, те субъекты, которые уже ввели норматив, в частности, это Татарстан. Татарстан ввел нормативы практически по всем видам бюджетных услуг, по всем отраслям. Министерство финансов говорит, ну надо же, вот удивительное дело, как это вам удалось? Значит, бывает же такое? Вот, как бы, позиция Министерства финансов. Поэтому, значит, вот любые попытки со стороны, например, отраслевиков, как бы, положить в основу расчета стоимости услуги некоторую стандартную услугу, которая, в принципе, должна быть при организации федеральных образовательных стандартов, они натыкаются на некое непонимание со стороны финансовых органов. На мой взгляд, это существенная проблема, потому что изнутри отрасли эту проблему не решить. Значит, мне кажется, что вот если мы начнем сейчас как бы раскручивать вот эту вот закрученную, да, закрученный клубок проблем, связанных с реализацией подушевых нормативов, реализации 83-го закона, то мы должны найти то, как бы изначально, как бы ниточку, за которую, потянув за которую, мы можем скрутить этот клубок. На мой взгляд, этой ниточкой является достаточно подробный перечень услуг. Вот как мы эти услуги пропишем, как мы дальше будем определять стоимость этой услуги, и эта задачка, конечно, не учреждение. Это задачка для органов управления и отрасли субъектового, и муниципального, но больше, наверное, субъектового. Федерация, как я уже сказала, не справилась с этой задачей. Федерация не стала заморачиваться по поводу этого. Минфин на сегодняшний день дал рамку. Он дал подход. Он не требует, чтобы этот подход не полностью реализован 100%. Он ждет от регионов определенного, ну, творчества в этом плане, в рамках тех, как бы, общих рамочных условий, которые уже были сформулированы в 83-м закон. Но вот ничего не происходит, ничего не происходит. Ну, вот табличка, которая говорит о том, что вот продвинуться дальше в определении нормативной стоимости услуги и затрат, если мы выходим за рамки фотооплаты труда, очень сложно. Вот фильм, например, в фильм вводит затратные, высоко затратные низкозатратные учреждения, где они пытаются как-то эти учреждения разбить на группы для того, чтобы унифицировать определенные как бы виды расходов, которые тут произошли. Ну, это несколько лет назад этот анализ делался. Вы видите, что здесь, что называется, расходы настолько разнятся и по объективным причинам, и по субъективным причинам, что перейти к какой-то единой стоимости и закладывать эту стоимость в стоимости услуги, и считать, что это стоимость выполнения определенных условий, да, вот которые в стандарте у нас есть, условия оказания образовательной услуги, здесь еще, что называется, как бы мы не начинаем. И последний слайд, который я хотела показать, это слайд Министерства финансов. Вы видите наши формулные нормативы, они вот где-то там вдалеке, в цели. Вот у нас сейчас Министерство финансов считает, что у нас есть индивидуальные нормативы, которые, в общем-то, разрешены с реализацией 83-го закона, а дальше мы будем двигаться довольно долго и потом перейдем к формулным нормативам. Почему некоторые субъекты отказываются от формулных нормативов, а учитывают, как сказал Александр Зорчев, по-моему, Москву, просто цифру? Цифра – это как бы хорошо, но эту цифру, она в результате чего-то появилась. Она появилась, как правило, в результате того, что была какая-то формула, хорошая, плохая, неважно, она была. Дальше появилось число. Просчет бюджета показал, что да, это число работает, стоимость услуги по этой величине работает, и дальше просто это число утверждается в законе о бюджете в виде определенных нормативов. Вариации здесь могут быть разные, но для того, чтобы иметь финансовое обеспечение новых федеральных государственных стандартов, нам необходимо эту всю цепочку пройти, как бы скрутить ее назад, для того, чтобы не было так, что у нас есть, как бы, декларированные стандарты, но у нас нет средств на то, чтобы эти декларированные, очень хорошие стандарты реализовать. И здесь 83-й закон, не 83-й закон, на самом деле это здесь совершенно неважно, в какой организационной правовой форме находятся учреждения, то ли оно автономное, то ли оно казенное, то ли оно бюджетное. Задание мы будем формировать все равно, исходя из какой-то, либо по смете, мы должны знать, сколько, либо по стоимости, которая прописывается для субвенции, для субсидий, мы должны знать, сколько. На сегодняшний день на эти вопросы ответы нет. Спасибо за внимание. Коррекции, есть ли вопросы? Продолжение следует...